В крупнейших городах Сирии, включая Дамаск, продолжаются боевые действия. Лига арабских государств призвала президента Асада уйти в отставку. Только так можно прекратить кровопролитие в стране, заявил эмир Катара, шейх Хамад Халифа Тани, после встречи представителей организации. Между тем, Израиль не исключает своего вмешательства в сирийский конфликт. В случае полного хаоса в Сирии, еврейское государство опасается попадания химического и ракетного оружия из арсеналов Асада в руки ливанских боевиков или группировок, близких к Аль-Каиде. Об этом премьер-министр Беньямин Нетаняху заявил в интервью телеканалу Fox News. Пока израильтяне ограничиваются мониторингом событий в Сирии. Но, как подчеркнул глава правительства падения режима Башара, Асада является делом времени. Сирийский режим уйдет. Не знаю, когда это произойдет, через несколько дней, недели или месяцев, но так и будет. Но пока Асад у власти меня беспокоит, что в условиях хаоса в руки заклятых врагов Израиля может попасть химическое оружие. Вы можете представить, что химическое оружие может оказаться в руках Избалы. Этих людей, которые вместе с Ираном совершают все эти теракты по всему миру. Это то, чего мы не можем допустить. Стремлюсь ли я к каким-то действиям? Нет. Исключаю ли я какие-то действия? Нет. Продолжение следует...